Про тренды, касаемо, не знаю, если затронуть все области жизни, музыку, одежду, кино. Ну, я, например, современное русское кино, я считаю, что чудовищно, честно скажу. Я не хожу ни на один комедийный фильм, несмотря на то, что там певицы знакомые и много людей, и хорошо, что они снимаются. Но принципиально я не хожу. Максимально с удовольствием, на кого я могу пойти из русских, это Рината Литвинов, режиссер. Я люблю очень, никогда время зря не потраченное. Еще, по-моему, Вера Сторожевой сняла фильм. Ну, такие, знаете, режиссеры, которые кино не для всех, арт-хаус русский, если так можно выразиться. Вот это я схожу, посмотрю. А касаемо, пусть меня простит Паша Воля, пусть все остальные, я, мне это не смешно, когда Пашлятина в тренде, это, ну, в любые времена, мне кажется, это все-таки не в тренде. Нужно как-то ориентироваться, если про кино говорить, на служебный роман, я уже говорю сегодня. Ну, русское кино другое было, и вот хотелось бы, чтобы такое оно было. Про музыку на Западе очень много, если говорить про тренды. Там, ну, это всегда так было, знаете, с Запада все всегда мы брали, по большей степени. Хотя, опять же, у нас куча гениальных людей есть в разных жанрах музыки. Современные вещи мне не близки совсем. Опять же, пусть меня простит Рома Жолусь, которым я немножко его знаю. Мне это уровень такой все, детский сад, это все, это все так. Потом про что еще? Про одежду. Не знаю даже, есть ли русская мода, наверное, есть. Ну, опять же, западный, я не знаю, Timberland, вот я обувь ношу, я люблю. Наверное, этот тренд, это модно. У меня сестра младшая носит только кроссовки зимой, потому что это у них модно сейчас в девятом классе. Как вон, девятый класс. Ну, у меня в девятом классе были модные гриндерсы, у них сейчас кроссовки белые прикольные. Ну, тоже это ничего, это безобидно все. Вот это касаемо трендов, музыка, кино и одежда. Что еще? Про остальное, так сказать, ничего не могу сказать.